привет дорогие друзья и снова с вами станислав на канале шустрый бум сегодня хочу поделиться своим любимым вкусным рецептом приготовления винегрета его готовит каждый по-своему сегодня хочу предоставить свой рецепт и я люблю его с добавлением кислой квашеной капусты стоит попробовать обязательно ну что приступим его готовить поехали картофель и морковь я просто отварил 18 минут дольше не нужно варить потому что морковкой и картофель потом станет как пюре нам этого не нужно нам нужно чтобы картофель и морковка сохраняла свою целостность свеклу я испек в духовке при температуре 180 градусов 1 20 выпекалась наша свекла все это нам нужно сейчас нарезать кубиком нарезаем свеклу но такие вот кругляшки толщиной не более сантиметра сегодня у меня такой помощник с которым делается намного быстрее прошло буквально секунд 30 и свекла уже нарезан также нарезаем картофель вот и картофель готов я раньше тоже не любил нарезать оливье винегрет потому что все занимает очень много времени нарезка ножом когда есть такой аппарат это намного быстрее если нет конечно берете ножик руки и все красиво нарезаем кубиком понадобится 4 огурчика кислых разрезаю просто на четыре части и нарезаем вот такие кусочки теперь у нас ход идет красный лук нарезаем кубиком красный лук идеально подходит для винегрета не простой репчатый а именно красный нарезаю не крупно мелким кубиком взял две небольшие луковицы люблю выраженный яркий вкус также лука винегретий и также понадобится домашняя квашеная капуста все в ровных частях и добавляем горошек тут уже на любителя кто-то любит фасоль но я предпочитаю винегрети всегда горошек но самое главное винегретий это заправка не просто залить подсолнечным маслом а сделать вкусную отличную заправочку нам понадобится целая чайная ложка горчицы одну столовую ложку яблочного уксуса добавляю примерно 5 столовых ложек вкусного ароматного жареного подсолнечного масла черный перец по вкусу соль также по вкусу добавляю примерно две хорошие щепотки соли и хорошенечко это все перемешиваем обязательно попробуйте винегрет именно с такой заправкой поверьте вы будете приятно удивлены новому вкусу обалденно получается вкусно с такой заправочкой теперь хорошенечко это все перемешиваем видите ребят свекла печеная не сильно окрашивает остальные овощи у нас морковочка осталась можно сказать при своем цвете а так же картофель буквально совсем чуть-чуть окрашивает красился горошек очень красиво смотрится в этом салате реально очень аппетитный и очень ароматный друзья это реально очень вкусно супер дал настояться салату буквально 10 минут чтобы наши вкусы смешались обязательно ребят готовьте именно с такой заправочкой винегрет получается реально очень вкусно супер просто понравился рецепт а также ждешь нового рецепта ставь конечно же лайки кто не подписался подписываемся не забываем делиться этим рецептом с друзьями а также комментировать я с вами до следующего видео всем пока а также не забывайте подписываться на мою страничку instagram ссылочку ставлю под видео